Не жалела никого атеистическая власть, все находились под контролем, было очень трудно. Все, так сказать, те, кто даже шел в семинарию или принимал в монашество, приходил в монастырь, было очень сложно и трудно. Конечно, никогда не было легко в Церкви Божьей, потому что Церковь восстает против зла мира сего. И сам Господь сказал тем, кто избирает этот христианский путь жизни, в мире скорбь не будет, ненавидимы будете всеми заими вы, потому что мир прежде всего в меня возненавидим. И он молился сам в первосвященнической молитве, чтобы мы не унывали, не падали духом, потому что такова путь христианина. И когда мы думаем, что мы будем жить так же, как все остальное общество, мы глубокозно нуждаемся. Церковь обличает этот мир и мир. Церковь вытесняет со всех мест, то, что до революции Церковь это и было, все общество российское. Мы отделены от государства и государство продолжает всей своей мощью делать то, чтобы люди могли свободно исповедовать свою веру. Но какой-то особой помощи Церкови, конечно, нет, потому что мы не включены в государственный бюджет и поддержки, помощи не ожидаем. Сами стараемся восстанавливать эти огромные храмы, которых только в нашей эпохе 400 скелетов. И, конечно, сложно в такое время было жить, но мы еще видим еще одна беда, то, что старцы уходят один за другим. И мы теряем своих молитвенников, теряем наставников, духовных руководителей. Посмотрите, только за последнее время троится Сергий Вилаврис, сколько и отец Кирилл, отец Наук, ушли отец Лавренкий и другие духовники, знаменитые, к которым мы ехали в трудное время, в которых мы спрашивали совета, которые брали благословение в самых трудных ситуациях в своей жизни. И поэтому сегодня у гроба отца Петра многие проливают слезы, потому что он действительно для многих явился не только священнослужителем, но и отцом. Духовным руководителем дал благословение на то или иное деяние в жизни, благословил принимать монашество, уходить в монастырь, молиться так-то. И поэтому духовная жизнь, она сложна, и если мы делаем свое прохождение духовной жизни христианской без благословения, то, как правило, ничего не получается. И блажен тот, говорит Иоанн Лесович, кто нашел правильного духовного руководителя, от этого очень зависит успех духовной жизни каждого христианского, особенно, конечно, монашеского. И мы сегодня просим прощения у отца Петра, у его гроба за все обиды и огорчения, которые мы ему, может быть, причинили своим непослушанием, своей дерзостью. И просим его святых молитв, чтобы он у престола Божия помолился за всех нас, чтобы прохождение нашей духовной жизни было беспрепятствием. Чтобы нам потерпеть все те трудности, которые жизнь ставит перед нами, потому что с терпения и начинается духовная жизнь. И теперь отцу Петру уже ничего не нужно. Пожелаем, чтобы Господь простил ему при грешении, вольное и невольное, не лишил его небесных обителей, чтобы он селился там, где многие-многие отцы русской православной цели. Царь своему небесному вечно поклонен. Низкий поклон вашему от земли Белой Руси. Мы на Белой Руси очень почитали с херки Мандрита Петра. Сюда приезжали навсеченные покаяния. Доходило до того, что у нас по 200 человек приезжали в Донинское. И мы все искренне хаялись в грехах наших предков. Я вспоминаю, как благословлял нас отец Петр, веря, что Белая Русь выполнит свою миссию историческую. И если Киевская Русь собрала вокруг Малой Руси, Москва сколотила империю. Ну и третья сестра должна свою миссию выполнить. И вот миссия Белой Руси, он говорит, сжать жидобойный кулак. Вот его выражение. Что вы говорите о ерунде? Это не ерунда. Зачем вы провокации на территории Масля? Какие-то кулаки там с вами? Еще раз повторяю, слова батюшки. Он сожмет бойный кулак на Белой Руси и благословил создатель Союз Белоруссии, Украины и России. Сруб. Союз России, Украина, Белоруссии. Сруб. И вот этот сруб был благословлен здесь. И мы должны продолжить это дело по благословению нашего священного батюшка. Сейчас он уже идет в небесные чертоги. И у меня просто наполняется, душа моя наполняется силой, которую он вдохнул в нас. И это не провокация. Это путь освобождения от третьего ига, которая сейчас давлеет над русской землей. Не возьмем мы булатный меч, не возьмем мы духовный меч. И как ослебяя перед свет, будем идти за веру в царя и отечество. Да будет так. Владимир Васильевич, сегодня мы похоронили отца Петра, нашего всеобщего любимца. Скажите что-нибудь о нем. Отец Петре можно сказать только одно. Это был священник, русская православная церковь, укреплял дух и веру в воинах Христов. Поэтому я пришел к отцу Петру и с 2000 года мы с ним когда. Я впервые приехал сюда, начал общение. И можно сказать, что с 2008 и по 2010 год, до моей заключения в тюрьму, отец Петр был моим духовным наставом. Теперь тоже можно сказать, что тот вооруженный мятеж, который был опыта сделан в 2010 году. Я искусствовал, что я получил благословение отца Петра. Но он понимал мой дух и сказал, что то, что считаешь нужным, то, что говорит Господь, то и делаю. Я и делаю. Тогда делал и сейчас продолжаю делать. А в отношении того, что сейчас происходит в государстве и в церкви, мы сейчас государство отправим, отставим в сторону. А в отношении церкви отец Петра сказал мне следующее. Когда выбирали патриарха, монастырь ушел, на три дня ушел затвор. В конце концов, мы избрали этого митрополита Содомского и Гоморского патриархом. И кончилось тем, что он сказал следующее. Я говорю, что делать, отец Петра, кто он с патриархом перебудет. Знаешь, он говорит, Владимир Васильевич, какая я церковь, такой и патриарх. Поэтому нам нужно и государство другое, и церковь другое. Хранитость. С Богом. И здесь, в могиле нашего... Я без машины. ...выква старца на автобусе. И хочется вспомнить его пророческие слова. На Белой Руси будет сжиматься воинный кулак. Иди, не бойся. И дал мне 20 тысяч иков. И когда НАТО пойдет, как ты раздал нашим солдатам, которые будут защищать пределы нашей единой Родины, но на границе Белой Руси. Я был чадом, как в православии говорят, отца Петра. Еще в 2000 году он многих благословил, остаться служить здесь, в этом монастыре. Пожалуй, одна треть монахинь – это из Белой Руси. Мы многие лета приезжали сюда на чин покаяния в Тайнинске. И вот как промыслительно получилось. В субботу, 7 июня, на следующий день после Великой Кончины батюшки нашего Схиархи Мандрита Петра, мы там провели чин покаяния по книге, которой он благословил. Это книга под названием «Слово и дело» Ивана Грозного. Он сказал, эту книгу надо издать миллионным тиражом. И даже благословил собрать средства на издание этой книги. И она вышла в 2005 году. И вот сейчас книга, которая вышла уже в четвертом издании в 2015 году, она под судом. И вот с 5 июня этого года суд состоялся очередной над этой книгой. И эксперт, который давал в начале заключение, что это книга экстремистского задержания, она отказалась от этой экспертизы и сказала, что я ошиблась. Экспертиза об идентичности предыдущего издания и этого издания, оно неправильное. Это не идентичность. Тем самым выбит фундамент обвинения. В это время прогремел гром, где сверкнула молния. И как оказалось, душа отца Петра в это время ушла в небеса. Вот словно Иван Грозный своей грозой забрал его. И слово и дело Ивана Грозного будет сказано после его земной кончины. И я чувствую, что эти силы, которые ко мне, просто в этой могиле, они входят в мою душу. Они идут в мою кровь. Они сокращают мои мышцы. За веру царя Отечества, войска сбавления от жидовского игора. Да будет так. Да будет так. Сейчас выступит поэт, исполнитель, православный христианин Анатолий Алексеевич Евсеенко. Город Суздаль. Я с отцом Петром дружил лет 20. Были такие годы, когда я из этого монстрея вообще не выходил. Так вот, я не буду долго и много говорить, потому что без меня есть кому сказать, что. Я коротко. Дело в том, что я лично испытал всю суровость любви отца Петра. И у меня родилось такое маленькое четверостишек в этом поле. Тенцы. Тенцы гнезда Петрова. Молитесь за отца. Любовь его сурова, но нету ей конца. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»